Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. В регионе продолжает бушевать зимняя стихия. Обесточены 132 населенных пункта. Вторую неделю стихийное бедствие терпит город Южный. Электричество, водоснабжение и тепло в домах горожан в самые холодные дни нынешней непогоды появляются эпизодически. Утром 29 января, казалось бы, благо цивилизации вновь стали доступны 30 тысячам жителей города Спутника. Однако радовались южницы недолго. Очередное ЧП случилось во второй половине дня. Оборвалась еще одна защитная конструкция на линии электропередач. Под напряжением сотрудникам Облэнерго пришлось устранять неполадки. На данный момент в Южном работают 20 ремонтных бригад. Ожидается помощь из Житомира и Киева. Однако когда ремонтники смогут приехать, неизвестно. Дороги заблокированы снегом. Электричество и водоснабжение в городе пока что есть благодаря работе генератор порта. Но в любой момент могут произойти сбои в системе. Напомню, 28 января из-за повреждения электросети 30 тысяч жителей города остались без света, воды и тепла. Для бесперебойного обеспечения работы котельной спасатели задействовали мобильные электростанции. В сложном положении оказались жители 16 этажек, оборудованных электроплитами. В первую очередь к этим домам спасатели доставляли пищу, горячий чай и кипяток. Сотрудники ГСЧС совместно с работниками милиции и социальной службы провели поквартирный обход всех многоэтажек, оказывая помощь многодетным семьям и пожилым людям. Если есть необходимость, чай горячий или кушать нечего, сзади вот ходят, можно набрать чашку чая и гречка есть. Нормально все справляетесь? Кипяток пока будет развозиться только в 16 этажные дома. Ситуация у них более-менее критическая, чем в тех домах, где есть газ. Поэтому на совещании было принято решение развозить кипяток. Греем пожарные части, развозим, как получается, легковыми автомобилями, пожарными автомобилями. На время чрезвычайной ситуации в Южнинские профилактории переселились 23 человека. В основном одинокие пожилые люди и мамы с грудничками. На случай повторных отключений в Южный доставили передвижной пункт обогрева и полевую кухню аварийно-спасательного отряда ГСЧС. Они развернуты в центре города. 29 января утром была возобновлена работа котельной, начало заполнение теплосетей водой. Однако во второй половине дня случилось еще одно ЧП. Электроэнергии город обеспечен. Опять у нас было аварийное отключение ночью. Круглосуточно работают бригады, восстановили на утро. Сейчас, в общем-то, город с теплом у нас Южный. Проблема была опять где-то два часа назад случилось. Оборвался грозозащитный трос. Облэнерго его сняло, я так понял, под напряжением. Когда уже вроде бы мы приступили к восстановлению, опять очередной пошел дождь при минусовой температуре. Пока что спасатели и сотрудники профильных управлений и ведомств затрудняются сказать, когда в Южном будет нормализована работа всей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Очень сложная ситуация в Каментерновском районе. 29 января из-за непогоды полностью остались без электричества 50 населенных пунктов. 50 населенных пунктов на 8 часов было полностью от света. 8 частично есть свет и 8 населенных пунктов со светом всего лишь из 66. Черноморская вообще разрушена на сегодняшний день. То есть, с учетом того, что с 20 числа начали падать 21 до 22 числа самые большие повреждения, 22 числа у нас было отключено 278 подстанций, которые подают в населенные пункты электроэнергию. Было повреждено 5 трансформаторных подстанций. Жители многих населенных пунктов живут в экстремальных условиях без света, воды и тепла уже вторую неделю. Снова обесточена ПГТ Черноморская в Чебанке. Однако, благодаря работе генератора удается подавать тепло в квартиры. Из-за сложившейся ситуации все школы и детские сады района закрыты до понедельника. Со сложной ситуацией пытаются справиться 18 аварийных бригад. Из-за непогоды отменены многие рейсы, а пассажирский автобус «Одесса-Донецк», выехавший рано утром 29 января, не может покинуть автовокзал в Бердянске. В радиусе 50 километров от города в любом направлении автотрассы заметены снегом и проехать по ним невозможно. В связи с этим пока неизвестно, когда автобус отправится в пункт назначения. Всего же за период непогоды сотрудники ГСЧС вытащили из снежных заносов более 160 транспортных средств, в том числе и пассажирских автобусов. За минувшие сутки оказана помощь более чем 50 водителям, терпящим бедствие на объездной дороге. Кроме того, инспекторы и спасатели помогли автомобилистам, которые забуксовали на Куяльницком и Усатовском подъемах или просто заглохли. Таким водителям дали возможность отогреться в патрульных автомобилях, а их машины брали на буксир или помогали запустить мотор. Тем временем, в связи с ухудшением погодных условий, приостановлено движение на некоторых дорогах Николаевской области. Как сообщает пресс-служба обл.ГАИ, в соседнем регионе наблюдается снегопад, гололед, сильный ветер и снежные заносы. На автомобильных дорогах Николаевской области полностью закрыто движение на дороге Т1-1510. Эта дорога называется Р-06 Арбузинка-Еланец-Новая Одесса. Движение там закрыто полностью, потому что очень большие осадки снега. Кроме того, частично ограничено движение на автодороге Александровка-Кировоград-Николаев и Ульяновка-Николаев. Сложная дорожная ситуация в районе Рени, Красных Окон и Болграда. Снежная стихия парализовала и работу пункта пропуска Виноградовка-Волконешты. Движение транспорта через другие пункты пропуска в Болградском районе затруднено. В пресс-центре Госпогранслужбы Украины рекомендует воздержаться от поездок, а если такой возможности нет, воспользоваться одним из следующих пунктов пропуска. Мирные табаки, Староказачья Тудора, Маяки-Паланка и Кучурган-Террасполь. Верховная Рада приступила к реализации мирной инициативы и компромисса партии регионов по отмене законов, принятых 16 января. Согласно решениям Согласительного Совета и длительных консультаций с оппозицией, регионалы пошли навстречу своим коллегам с тем, чтобы прекратить гражданское противостояние и угрозу конфликта, которые стоят перед Украиной по вине уверенных ПР оппозиции и экстремистов Евромайдана. На погоджувальній Раді депутатських фракцій было запропоновано розглянути на сегодняшнем пленарном заседании питание про признання такими, що втратили чинність законів, принятых Верховною Радою Україною на пленарному засіданні 16 січня. Алексей из крымского поселка Нижнегорске вместе со своими земляками слушал эти слова спикера парламента, будучи на митинге у Стенрады. Мы приехали сюда, вот нашей группой, поддержать нашего президента Виктора Федоровича, поддержать его всеми силами, всеми, как можем, потому что нам обидно за страну. Кроме Алексея, тысячи крымчан во вторник приехали на площадь Конституции, чтобы поселиться в палаточном городке в Мариинском парке. Эскалация напряженности пугает людей, которые в 2010 и 2012 годах голосовали за действующую власть. Вы знаете, у партии регионов хватит долготерпения решить этот вопрос. Мы за мирное решение любого политического конфликта и кризиса, путем договоренностей, путем компромисса. Группа крымчан по собственной инициативе устроила импровизированный митинг под окнами здания Верховной Рады, чтобы обратить на себя внимание депутатов. Главный лозунг – Стоп Майдан. Мы не хочем, чтобы это было все в Крыму. По крайней мере, я вам сейчас могу сказать, что в Крыму могут ходить спокойно, вечером не бояться, как вот здесь люди, они в 3-4 километра радиуса боятся, где-то что-то выйти, детей выпустить. Парламентские слушания по инициативе партии регионов продолжились в среду. Большинство настроены на конструктивную миротворческую работу. О требованиях, которые должны быть выдвинуты в ходе переговорного процесса, проходящего сейчас в высших эшелонах власти, после новостей в программе «Тема дня» с Алисой Алдановой расскажет депутат Одесского областного совета, заслуженный юрист Украины Валерий Лакайчук. Должен быть нормальный общественный договор, а это Конституция. И эту Конституцию должны все уважать. Она должна приниматься, как говорится, кроме парламента, ее должен быть утвердить и Верховный Совет, и референдум. Отдельные вопросы парламент не может сегодня менять. Референдум, на который должны прийти все граждане Украины. Да, да. И там стоит вопрос, вы за или против? За или против? И когда будет высказано всеобщим? Многие вопросы должны решаться. Дмитрий Федорович, но сейчас вопросы референдума вообще не стоят? Пока. Их нет в повестке дня тех переговоров, которые ведутся? Пока. Я думаю, мы неделю назад встречались, да? Я думаю, в следующей неделе вы услышите вопросы федерализации, вы услышите вопросы соблюдения хартии европейской о местном самоуправлении, вы увидите вопросы Конституции, есть логика развития событий, ты никуда не денешься. Обсуждение плана застройки участка в границах улиц Комарова, первого аэродромного переулка и Люздорфской дороги, превратилось в довольно бурный спор между горожанами и чиновниками. Одесситы высказали недовольство тем фактом, что в этом и так перегруженном многоэтажными строениями районе вновь рассматривается проект строительства по сути целого комплекса новостроев, чего действительно не хватает спальным районам Одессы вообще и Киевскому району в частности, так это ухоженных зеленых зон. Таково мнение одесситов. В планах застройщика превратить территорию бывшей военной части в жилой высотный микрорайон, где помимо многоквартирных домов разной высотности обещают построить и объекты социальной инфраструктуры. Впрочем, такие обещания уже стали традиционными. На деле до строительства инфраструктуры у застройщиков, как правило, руки не доходят. Стандартная ситуация при обсуждении ДПТ, детальных планов территории, застройщики приводят массу аргументов, призванных убедить в необходимости строительства и в их добрых намерениях. Но благими намерениями, как известно, выслана дорога в ад. И в таком аду одесситы как раз жить и не хотят. Школа и детский сад, конечно же, нужны. Однако горожане выражают сомнения в том, что эти объекты будут построены. По мнению одесситов, чего действительно не хватает Киевскому району, так это парковые зоны. И данная территория вполне бы подошла под красивый и многофункциональный парк. За нашими домами, бывшая воинская часть, там очень хорошая зеленая зона. Мы хотим ее сохранить. Мы за это. 60 лет уже там, этой улицы, и за нашими домами идет эта зеленая зона. Там сохранилась очень хорошая зеленая зона. Красивые большие деревья, правда, пилят постоянно, каждый день там работает бензопила. Их, видимо, выпиливают, убирают оттуда. Там готовы аллеи, красивые деревья. Там единственное, что расчисти его, посади цветники. На такие призывы одесситов чиновники от архитектуры лишь развели руками. Дескать, у них нет полномочий. Данная территория принадлежит Министерству обороны Украины. И предложили горожанам обращаться со своими требованиями в Горсовет, чтобы к решению вопроса могли подключиться и депутаты. То, что жители предложили зеленые зоны, ну это, по сути дела, предсказуемо. У нас это наболевший вопрос. Если они предлагают зеленую зону, значит мы будем ее предлагать в этой документации. Для того, чтобы это сделать, нужно многое предусмотреть и организовать. Но я вам скажу, что провозгласить зеленую зону гораздо проще, чем организовать. Обеспокоены одесситы из-за судьбы усадебной застройки, которая более полувека назад появилась здесь по решению властей. Представители управления архитектуры, правда, поспешили заверить горожан, что данное пятно застройки, образно говоря, не накроет частный сектор. В итоге общественные слушания все же были признаны состоявшимися. В то же время одесситы потребовали включить в документ особое мнение. Горожане настаивают, что на территории, отданной под застройку, должен быть парк. И вновь к погодным условиям и последствиям снегопада. До 1 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются осадки, местами сильные метель, заносы, гололед. Ночью температура опустится до 20 градусов мороза, при порывах ветра до 15-20 метров в секунду. Облачная погода, снег, ночью и утром сильный. Сильный день гололедится, сохранение гололеда. Ветер северо-восточный 18-23 метров в секунду, ночью порывы 25-30. Температура воздуха ночью и днем 12-14 мороза. А по области температура будет достигать в основном по северу до 19 мороза. Некоторые улучшения погоды ожидаются к концу недели, хотя морозы отступать не собираются. На севере области по ночам будет до 20 градусов, по югу 10-15, а днем 5-7 мороза. При этом сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели развозят хлеб по заснеженным селам. Только в Котовском районе 8 населенных пунктов оказались практически отрезанными от внешнего мира. Жители лишились самого необходимого. На помощь пришли сотрудники ГСЧС. На спецавтомобилях повышенной проходимости продукты в эти села все-таки были привезены. А в Котовске развернули стационарный пункт обогрева для тех, кто не смог в столь сложную погоду добраться до дома. Традиционно стационарный пункт обогрева открыт на центральной площади Котовска. И сразу к спасателям потянулись люди, которые в силу разных жизненных обстоятельств в эти пронизывающие холодом дни остались на улице. Обращаются к спасателям и те, кто ожидает общественный транспорт в окрестные села, да и просто прохожие, чтобы попить чайку и немного согреться. За сутки приходит около 20 человек, посещает наш пункт обогрева. За последних трое суток с момента установления пункта обогрева у нас уже побывало 65 человек, которым был оказан обогрев, кому надо было пили чай. Также было в случае необходимости представителям центра соцслужб была оказана медицинская помощь. По данным спасателей, пока что зимняя стужа не стала причиной смерти людей. Однако многие жалуются на обморожение лица и конечностей. Всего же за прошедшие сутки в пункты обогрева обратились более 400 жителей региона. В связи с ухудшением погодных условий в Одессе было решено развернуть все четыре районных стационарных пункта обогрева. Сотрудники ГСЧС уже предоставляют помощь нуждающимся на Старостенной площади, на улице Жоли и Кюри в Суворовском районе, в Киевском районе на улице Академика Глушко. Еще один пункт установили 29 января в сквере Гамова. Традиционно в период сильных морозов в сквере Гамова сотрудники ГСЧС разворачивают пункт обогрева. Здесь, как и в других стационарных пунктах, постоянно дежурят спасатели, патруль милиции и медики. В случае необходимости здесь окажут первую медицинскую помощь. Также в пунктах обогрева можно укрыться от непогоды, попить горячего чая или кофе. Они будут обеспечены печками, буржуйками и горячими напитками. Чай, кофе будет. Для того, чтобы граждане, которые будут застегнуты в холодную пору, ожидается ухудшение, усиление ветра, усиление снега, чтобы они могли зайти, подогреться, переждать эту непогоду. Пункт обогрева рассчитан для круглосуточного приема нуждающихся в помощи. Одесситы говорят, такая мера более чем актуальна. Ну, если, конечно, людям где-то застало в дороге пурга или метель, то, конечно, имеет смысл. Имеет смысл. Есть же люди, которые не могут позволить себе квартиру, дом. Есть на улицах, которые разживут. Тоже надо как-то их спасать, выручать. Поэтому я считаю, что это правильно. Такие пункты уже развернуты в людных местах во всех районах Одессы. Спасатели же рекомендуют одесситам без острой необходимости на улицу пока не выходить. Из-за низкой температуры увеличилось количество пожаров. За минувшие сутки спасатели пять раз выезжали на борьбу с огнем. В Белгороде-Днестровском во время пожара в частном жилом доме погиб пожилой мужчина. А на Пепелище в Измаильском районе найден труп 60-летней хозяйки помещения. На фоне тревожных сообщений из населенных пунктов Одесского региона в областном центре относительно благоприятная обстановка. Больше неприятностей горожанам доставляет пронизывающий ветер и тянучка на дорогах. Одесситы рассказывают, слегка иронизируя. Маршрутки ездят регулярно, но неторопливо. Снижение скорости – необходимая мера безопасности. Поэтому требуется рассчитывать большее время на то, чтобы добраться до работы. И выходить как минимум за час до привычного времени выезда. Прохожие описывают маршрут, который им пришлось преодолеть на колесах, и уточняют, где именно пробки. В Одессе подъезжали, уже ближе к седьмому километру. Откуда вы ехали? В Савидиополь. И как в целом дороге заморожено? Не знали. Ну да. Скользко? Скользко. Водители, если честно, мне кажется, вообще не проснулись. С черта до Ивановского пробка. И вроде все, дальше уже нормально было. Куда сейчас собираетесь управлять по долину? Ну у нас на счет, сюда возле приват-банка. Сажнее всего, садится в районе с где-то полвосьмого до полдевятого вот так вот. И утром? Особенно утром. Вечером-то свободно, а вот утром в основном там просто невозможно. То есть, либо не останавливаться даже, либо забитый до такой степени, что не влезешь. Тормозим и проезжающий рядом маршрутку. Заходим в салон. Так потихоньку ездят. А десеты подтверждают, водители стали более предупредительными и осторожными на проезжей части. Дистанцию держат. А владельцам транспортных средств тоже приходится не сладко. Перед выездом машину нужно основательно прогреть, да и очистить от снега и ледовой корки. Минут 15, да, нужно размораживать обязательно машину, степло нагревать, ну и тому подобное. Все эти процедуры, я думаю, каждый водитель знает. А пешеходы жалуются на будто начищенные ледяной мастикой тротуары. Не расчищено вот где остановки, да. Там, когда выходишь, маршрутки страшно, там такая куча снега грязная. После тротуара? Да, да, да. Хотя десеты не привыкли особо жаловаться и в любой погоде видят положительные моменты. Разве это экстремальная погода? Это нормальная погода зимняя. 2014 год, год важных юбилейных исторических дат. Исполняется 200 лет со дня рождения великого Кабзаря Тараса Шевченко. 220 лет Южной Пальмирии. 10 апреля исполнится 70 лет со дня освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. А 28 октября будет праздноваться 70-летие освобождения всей территории Украины. К празднованию последних дат активно готовятся одесские ветераны. В городском совете ветеранов многолюдно. Ведь в повестке дня обсуждение плана мероприятий, посвященных яркой дате – 70-летию освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов. За круглым столом звучали разные предложения и пожелания от участников войны. Герои-освободители Одессы уверены – акцент во всей деятельности должен быть сделан на воспитательной работе с молодежью. Воспитывать чувство патриотизма и любовь к родине необходимо на личных историях и примерах героической отваги. Уверен ветеран Яков Цавит. Мне пришлось тоже защищать Одессу, летая над нашими плавсредствами, которые бомбили немцев корабли, которые шли в Румынию. Мне пришлось видеть, когда мы сопровождали бомбардировщиков наших, и они топили корабли, мне пришлось видеть, как корабль. Нас не сопровождали немцы, их уже не было, эти самолеты. И я наблюдал, как корабль битый накрынился, и с него посыпались лошади, коровы. А немцы с рюкзаками за спиной хватались за их хвосты, и они их тянули на бугазе. Вы представляете, там возле моста вытягивали на берег. Жалко было эту скотину, то есть животных, но немцам не жалко. В ходе заседания круглого стола активисты городского совета ветеранов не могли не остановиться на вопросе нынешних событий в стране. Люди, прошедшие горнила войны, пережившие лишения, видевшие смерти родных и близких, призывают политиков во что бы то ни стало сохранить мир и спокойствие в стране. А главное, сохранить целостность и независимость Украины. И кто дал право растягивать нашу славную Украину в разные стороны? Кто дал право выходить на так называемые демонстрации мирные? Бить людей, разбивать головы, бить витрины, сжечь машины? Такие храбрецы призывают вперед, толкают молодежь, женщин, детей, а сами остаются в тылу. Кто дал право скоблять ветеранов? Президиум Одесского городского совета ветеранов уже обратился ко всем политическим партиям и общественным движениям Одессы с требованием решать сложившееся противостояние в городе мирным путем. Его называют украинским эйлером. Его имя есть в украинской и в морской энциклопедиях. Автор учебника лекции по алгебре, основатель теории графов и гиперграфов. Память великого ученого Александра Зыкова почтили в Одесском национальном университете имени Мечникова. Научный семинар состоялся при поддержке общественной организации «Интеллектуальный форум». Невозможно переоценить вклад в знаменитых одесских семинаров, которые в течение многих лет проводил профессор Александр Зыков. Под влиянием этих открытых диспутов получило развитие целое научное направление. На книгах Александра Александровича выросло не одно поколение ученых. Он был примером интеллигентности и доброжелательности, истинной преданности науке. Он, во-первых, стал пионером в области теории графов. Для Советского Союза это вообще была новая вещь. Вы помните, в те времена кибернетику и вообще все, что не относилось к непрерывной математике, считались чем-то неестественным. А он был одним из первых, который стал пропагандировать теорию графов. Человек с большой буквы. Его супруга рассказывает, Александр Александрович всю жизнь был целеустремленным трудоголиком, абсолютно неординарным. Помимо математики он прекрасно владел разными языками. Занимался в музыкальном училище. Готов был постигать все лабиринты логики и даже играл в волейбольной команде. Начать с 9-го, 10-го класса школы в Нижнем Новгороде, то есть в Горьке, и до конца последних дней, в 90-е лет, он еще написал статейку на полторы страницы, называется «В защиту абсолютной геометрии». Он жил у тетки родной, близ Ленинграда, поэтому у него там была Бонна, он знает французский язык свободно. Потом уже английский и немецкий, он владел свободно. Вечно был предан науке, улыбается жена, даже дома. Он занялся наукой, я понимала, что для него это главное, и старалась даже детей приучать, если папа в ванной, шуметь нельзя, папа работает. Мечтал об арокаметре, тогда только кибернетика была, чтобы его не отвлекали. Жить интересно было, с ним он неординарный человек, очень глубокие знания во всем. Александр Зыков занимался и общественной деятельностью, был активным представителем интеллектуального форума. С помощью этой общественной организации, которую возглавляет известный промышленник и меценат Алексей Казаченко, вышли в свет книги ученого и многих других талантливых математиков и физиков. Поэтому в ходе памятного семинара жена профессора Таисия Зыкова зачитала благодарственное слово в адрес интеллектуального форума. Этот человек не только был замечательным ученым, но он еще был общественным деятелем, работал до последних лет своей жизни. Также он был человек, который любил культуру, ее поддерживал, учился музыке, играл на фортепиано. Поэтому интеллектуальный форум помогал выпускать его труды, его книги. Истинный эрудий до мозга и кости, которому даже экстерном предлагали окончить школу. Поистине гений современности Александр Зыков до сих пор остается любимым учителем для многих серьезных исследователей. Это все информации к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok